Затяжной кашель, продолжающийся уже вторую неделю, воспаленное горло у ребенка. С этими симптомами молодая мама обратилась к терапевту Брестской городской детской поликлиники номер 2. Самолечением заниматься опасно, тем более, когда эпидемическая ситуация по коре нестабильна. Азбуку прививок мама трехлетней Алисы Мазурок знает от А до Я. Еще понимает, чем чреват отказ от вакцинации. Все прививки у нас сделаны, вовремя сделаны. И даже делали мы одну дополнительную от дополнительной инфекции, так как ребенок болел частно. Мы только за прививки, в обязательном порядке. Ну, конечно, по состоянию здоровья. Если ребенок здоров, то календарь прививки, я думаю, соблюдать нужно каждой маме, которая беспокоится о здоровье своего ребенка. Действительно, самый надежный и проверенный способ защиты от кори – вакцинация. Если ребенку скоро исполнится год или шесть лет, ему необходимо сделать прививку согласно календарю. Если же человек пропустил первую и вторую вакцинацию по графику, можно обратиться в поликлинику по месту жительства для получения бесплатной прививки. Наверстать упущенную в детстве инъекцию можно в любом возрасте. Единственное средство профилактики коревой инфекции – это иммунизация. Развитие самой инфекции и возникновение вспышек находится в прямой зависимости от количества людей, восприимчивых к этой инфекции. Поэтому необходимо создавать иммунную прослойку среди населения. Несмотря на то, что активную иммунизацию признают самым проверенным и эффективным способом защиты от опасной инфекции, заболеть корью можно даже после прививки. Правда, в этом случае болезнь будет протекать в более легкой форме. И такие осложнения, как отит, бронхит, пневмония и менингоэнцефалит не грозят. Заподозрить корь с первого дня заболевания можно, если контактировал пациент через 8-11 дней с каким-то предполагаемым заболевшим. Конечно, патогномоничные признаки есть кори. Это уже можно заподозрить, если лающий кашель есть у ребенка, отмечается конъюнктивит, выраженный светобоязнью. И на внутренней стороне поверхности щек есть мелкие пятна, похожие на манную крупу, так называемые пятна белского филатого коплика. Это основные признаки, по которым можно заметить корь до начала высыпания. В основном корь лечится симптоматически противовирусными препаратами. Антибиотикотерапия назначается, если есть какие-либо осложнения. Будьте бдительны и будьте здоровы!